Всем привет! С вами Ольга Чернова и Огородная Азбука. 3 сентября. У нас сбор урожая уже подходит к концу, но в уральской теплице еще очень много сортов, которые мы не смотрели. И предоставилась прекрасная возможность как раз посмотреть те сорта, которые новинки, которых в прошлом году не было. О которых некоторые люди, как и я, может быть слышат вообще впервые и видят впервые. Вот эта серия Козулы, которую мне прислали с Латвии, как на пробу, на разбот, потому что я хотела ее, потому что мне очень много пришло таких хороших положительных отзывов о том, что она красивая, вкусная. Я захотела хоть несколько номеров с этой серии вырастить. Вот сейчас вы видите, здесь на столе 5 сортов. Они и, можно сказать, как и одинаковые, и разные в какой-то степени. Они одинаковые тем, что они сильно отличаются от наших томатов. Видно сразу, что это авторские семена, авторские томаты. Сразу напомню, что это польские томаты разработала селекционер, сейчас прочитаю, Анна Янковский. И вот эта Козула, название, это ее псевдоним. Некоторые люди знают, некоторые не знают. Я не знала, и я уже говорила, если честно. Я изначально думала, что это просто название томатов, что Козула, Козочка, или как-то мне предлагали, называйте ее Козочка, когда был один номер. Но оказалось, их очень много номеров. И Козула, это не название томата, это имя селекционера, псевдоним. Я сейчас начну по одному их описывать. Начну с тех, которые совпадают с описанием. И понимаете, вот такие новые сорта, которые тем более у нас не продаются. Это сорта коллекционные для России, они считаются еще и редкими, в магазине их не купишь. Их нужно обязательно проверять на соответствие с сортовыми характеристиками, заявленными автором или кем-то. Но так как автор, не знаю, где можно найти описание автора. Вот у меня, я говорю, что у меня пришли они вот с таким описанием. Оно мне не сильно помогло. Я сравниваю свои томаты с описанием на наших русскоязычных сайтах. То есть у тех людей, кто продает вот томаты серии Козула. Я сейчас начну с номера Козула 125. Покажу свой томат. Расскажу, каким он у меня был. И как о нем пишут на других сайтах. Вот Козула 125. Выглядит вот так. Вот он он. У меня вот еще два драгоценных семечка осталось. Я на крайний случай разделила пять семечек на две части. Потому что пять семен в пакетике. Смотрите, он называется черно-малиновая зебра, по-моему. Но здесь просто Козула 125. Он вот такой пестрый и вроде бы темный. Так смотришь, вот когда висит, кажется, что темный. Но когда разрежешь, на разрезе он вот такой красивый там красный калейдоскоп открывается. Очень похож на Козулу 138, которую многие называют, в скобочках пишут, что это малиновая зебра. Так что вот эти два сорта, которые тигровые, которые пестрые, это черно-малиновая зебра и малиновая зебра. Сейчас мы посмотрим описание на сайтах, где продают вот такие семена. И тогда будем дегустировать дальше. Я вот специально нашла один сайт, на котором много-много-много томат Козул, всякие-всякие номера. И многие свои томаты я сравнивала, идентифицировала здесь. Но томат 125 оказался настолько, этот Козул 125 оказался настолько редким, что даже на этом сайте я ее не нашла. Я ее нашла, после очень много времени потеряла на поиск и все-таки нашла. Вот это вот, вот Козула 125, про нее написано, ну так же, что оригинатор сорта Анны Янковской, Польша. Сорт очень урожайный, среднеспелый, высота полтора метра, округло-приплюснутая форма, что мы и видели, темно-розово-малиновая окраска с частыми зелеными полосками. Масса 200-300 грамм. Все. Значит, это действительно тот мой сорт, который лежит сейчас на столе. Нам осталось, вот видите, это он, да. Нам осталось только сейчас попробовать вкус. Значит, Козула 125 это черно-малиновая зебра. Я так и буду помечать, потому что по номерам Козула 125, Козула 141, какие-то все равно, чем-то мы должны их отличать какими-то словами. То, что эти сорта томатов урожайные, я подтверждаю действительно, потому что уже несколько раз я снимала урожай. Вот сегодня пошли, опять много насобирали. Но нам самое главное не только, чтобы их было много, а чтобы они еще были вкусные. Я сейчас попробую прям немножко, потому что много томатов приходится кушать. Вот смотрите, вкус у нее такой мягкий, сладковатый. Кисленки почти не чувствуются. Но и особый, вот такой, как десертного направления, я тоже не увидела. Мне кажется, что Козула другая. Вот эта, которая бекалор, которая красно-оранжевая, она будет сладче намного. И все-таки мы сейчас все попробуем. Я в конце скажу, какая самая сладкая. Вот это простой вкус томатный. И без кисленки, ну можно сказать, что без кисленки, ой, сдвинулась да зря. Можно сказать, что без кисленки приятный сладковатый вкус, но не ярко выражено, небольшое содержание сахара. Вот так вот я объясню. Вообще, конечно, вот смотрите, уже сейчас я на самых верхних кистях уже собираю и встречаются еще такие хорошие, такие тяжеленькие козулы. Вот это номер 577, которая идет, официальное название у нее Козула 125. Будем ее называть черно-малиновая зебра. Следующую вот сейчас буду описывать соседку, которая совсем другая.